Сегодня все еще продолжаем разговор на тему обязанностей, об обязанностях мужей перед женами. И сегодня мы поговорим о такой обязанности мужа, как забота о знаниях своей жены. Когда муж берет в жену женщину, которая его устраивает, удовлетворяет все его потребности, выполняет все дела по хозяйству. Готовит еду, стирает ему одежду и находит всегда все в порядке дома. И тем самым довольствуется только лишь этим, и при этом не задается вопросами, а как же ее поклонение Всевышнему Аллаху? Как она совершает пятикратную молитву или совершает ли она вообще? Что она знает из правил, необходимых правил Агарата, очищения и так далее? Ведь есть ряд вещей, которые касаются женщин относительно Агары, относительно ее очищения. Кто несет за ее поклонение, за ее убеждение ответственность? Естественно, эта ответственность также лежит на нас, на плечах мужа. И обязанностью каждого из нас, естественно, является забота о ее спасении от огня ада в судный день. Об этом Всевышний Аллах в Коране и говорит, «О вы, которые уверовали, вы защищаете себя самих и ваши семьи от огня ада, растопкой которому будут являться люди и камни». Довольствуясь тем, что жена выполняет все твои мирские потребности и при этом не думать о ее вечной жизни, о ее спасении в вечном мире, Мужчина, муж не имеет права, и поэтому муж обязан заботиться об образовании своей супруги, об минимальном образовании, минимальных знаниях хотя бы, которые должна знать каждая женщина. Начиная с ее вероубеждения о том, как уверовать во Всевышнего Аллаха, а также во что должна верить мусульманка, о том, как совершается молитва пятикратная, как соблюдается пост и так далее. Конечно, благо, если муж имеет эти знания, он обязан сам дать эти знания своей супруге. Если у него нет этих знаний, он должен, он обязан позаботиться о том, чтобы его супруга могла обрести эти знания. Для этого, хвала Всевышнему Аллаху, существуют определенные центры по образованию, мечети, уроки, преподаватели, для того, чтобы строить счастливую семью, успешную семью, семью, семья, которая станет колыбелью для нового поколения, для здорового, хорошего, богобоязненного поколения, чтобы семья стала таковой, как можно это устроить без знания о Всевышнем Аллахе, без знаний о его религии. Это нельзя, невозможно это представить. Поэтому лучшим способом является, когда муж и жена обсуждают эту тему вместе, строят определенный план для того, чтобы они вместе обрели эти знания. И поэтому посланник Аллаха, в качестве примера, нам приводит супружескую пару, которые содействуют друг другу в поклонении Всевышнему Аллаху. И посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, сказал в своем хадисе, «Рахималлаху, раджулен», — говорит пророк, салли Аллаху, «Досмилостивится Аллах над тем мужчиной, который встал ночью, совершил молитву, и разбудил свою супругу, если же она отказалась, то он побрызгал ее лицо водой». Также, «Рахималлаху, раджулен», — сказал посланник Аллаха, «Досмилостивится Аллах над той женщиной, которая встала ночью, разбудила своего супруга». Если он не просыпается, побрызгала его лицо водой, которая вместе с мужем совершила ночную молитву. А если мы хотим, многие из молодых мужей хотят, чтобы по команде его супруга стала богобоязненной, это невозможно, чтобы она по команде одела хиджаб, это невозможно. Не проводя, не предоставив своей жене необходимые знания о вере во Всевышнего Аллаха, не просеяв семена веры во Всевышнего Аллаха в сердце, как можно заставить человека стать покорным Всевышнему Аллаху. Ведь Аллаха нужно сначала познать, ведь Аллаха нужно сначала уверовать, и после этого и требовать ничего не нужно. Супруга сама станет покорной Всевышнему Аллаху в первую очередь, и покорной вам в вторую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok